Какой-то фрагмент потом еще врежем. Вот про стресс. Еще раз про стресс. Понятное дело, что стресс это испуг. Испуг заводит весь вот этот механизм стресса, выброс каскада гормонов. Если человек не пугается, то и каскад не заводится. Поэтому известны примеры. Вот актер Георгий Жжонов. Он умер 95 лет. А в течение жизни он два раза сидел во время режима репрессивного. И в 37-м, и после войны сажали. Так вот, он прошел вот эти тюрьмы, он не пугался. И его только это закалило. У него стресс-реакции не было. Вот мой учитель Юрий Иванович Полянский тоже сидел, биолог. Тоже он прожил очень долго, за 90 лет, потому что стресса не было никакого. А у человека, у современного, у него стресс всегда есть. Даже вот смотрите, возьмем три случая. Человек зарабатывает 10 тысяч рублей в месяц, скромный. Человек зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц, богатый. И человек зарабатывает миллион рублей в месяц. Ну, воришь. Тот, кто зарабатывает 10 тысяч, он находится в стрессе из-за того, что у него мало денег. Детей кормить нечем одевать. Жена ругается, все его шпыняют. Стресс. Тот, кто зарабатывает 100 тысяч, он вырвался вроде из-под этого пресса. Но он завидует тому, у кого миллион, стремится это, черной завистью. Он на износ работает, чтобы капитал сохранить еще больше. Опять стресс. Черт. Ну, возьмем, ну, воришься с миллионом. А что? А он боится потерять, что у него придут и заберут. Опять стресс. Да что ж такое? Так вот, никуда не деться. Так вот, получается такая штука. Когда мы были еще в каком-нибудь неолите, да, 30 тысяч лет назад, наши предки охотились, собирали коренья, там, ловили рыбу, да, еще в предцивилизационный период. Они, во-первых, ходили по 10-15 километров в день, мужчины. А женщины с детьми тоже по 5-7 километров в день ходили. Вот такая физическая нагрузка была обязательно. И когда мужик, охотник, добытчик встречался с каким-то хищником на узкой тропинке, он, у него было два выхода. Либо драться, либо убегать. И вот эта стресс-реакция, она помогла выжить нашим предкам. Собственно говоря, она нужна. В это время, во время выброса над почечниками стрессовых гормонов, адреналина, кортизола, альдостерона, норадреналина и так далее, происходит выброс гликогена из печени, глюкозой насыщается кровь. Острота зрения увеличивается. Давление. Все нацелено на то, чтобы физически разряжаться. И в это время организм не дурак, он иммунитет отключает своим гормонам. Потому что уже не важно, у тебя будет иммунитет или не будет, если ты сейчас сдохнешь. Поэтому энерготраты оптимизируются. Вот откуда взялось, что стресс отключает иммунитет. Но, когда человек начал драться или убегать, у него мышечная нагрузка, у него появились ферменты, которые стригут, разрезают эти гормоны стресса. Все, через полчаса гормонов стресса нет, иммунитет восстановился. Все бесследно прошло. Что происходит сейчас с этими тремя типами мужиков? Десять, сто тысяч, миллион. Они, находясь в постоянном стрессе, разрядиться-то не могут. Ты же не будешь драться с конкурентом или с начальником, который тебя распекает. И переживание переходит в психическую сферу. А стрессовые гормоны плавают и плавают по крови, плавают и плавают. Иммунитет отключают и отключают. Поэтому происходит замкнутый круг, петля старения-стресс, старения-стресс, старения-стресс. Чтобы это отключить, либо надо как йогу, не обращать внимания, не пугаться. Йоги долго живут из-за этого. Либо пить артикрона, у которого вещества, нейротрансмиттеры приводят в порядок наши нервные связи. Вот выход. Отлично. Да.